Глава номер 123, Микаса Аккерман, будучи неалдийской национальности, попадает в пути, ровно как и все остальные демоны со всего мира. Может ли член клана Аккерман обладать большей силой, о которой мы еще не знаем, а именно, способностью превращаться в Титана? Подробнее об этом в данном видео, не забудь поставить лайк на это видео, а также нажать на кнопку подписаться. Поддержи мой канал, стараюсь лишь ради вас. Также в видео присутствуют спойлеры. Ава Мария, друзья! На это видео я потратил дней 5. Если ты не поставишь лайк, не нажмешь на кнопку подписаться, даже не знаю. Приятного просмотра. Аккерманы, древний военный род, приближенный к королю, выступающий в качестве правой руки монархии. Данные заслуги были получены членами данного клана, вероятнее всего из-за их силы, полученной в результате пробуждения. Еще до столетней войны Аккерманы принимали участие в эксперименте, после чего и получили свою невероятную силу, а также иммунитет координате. Как сказал Зик Йегер, Аккерманы – побочный продукт исследования титанов. Попрошу это запомнить и от себя добавлю, что каким образом Аккерманы стали побочным продуктом исследования титанов, если не несмешиванием крови. Аккерманы были приближенными короля, а то есть королевской крови. Также члены клана Аккерман обладали огромной силой, что в перспективе, смешивая королевскую и, напомню, илдийскую кровь, с сильной кровью члена клана Аккерман, рождало бы на свет человека с просто неистовой силой. Так что, какой эксперимент мог бы быть, если не банальное смешивание крови, для получения лучшего результата? Из чего следует, как вы, наверное, уже давно все поняли, что все Аккерманы являются полукровками, с илдийскими корнями, и, скорее всего, даже с королевской кровью. Но вы скажете, лаер, если в каждом Аккермане есть ген королевской крови, то почему при контакте с координатой? Как, например, контакт Микасы и Эрена, Леви и Эрена, или Ури и Кенни, не происходила реакция? Да, звучит бредово, привыкайте, это теория. На это все чуть позже я дам ответ. Просто попрошу вас запомнить то, что Аккерманы – это побочные продукты исследования титанов, по словам Зика, а также то, по моим словам, что непосредственным участником в этом эксперименте была королевская кровь. В результате этого исследования Аккерманы получили удивительную способность, которая присуща только членам этой семьи, а именно поразительную физическую силу, а также ловкость, скорость, точность и координацию. Они гораздо более боеспособны, чем обычные солдаты. Один Аккерман стоит целого отряда. И напомню для тех, кто раньше не знал, что данная сила активируется лишь тогда, когда Аккерман находит себе избранного или хозяина. На ютубе очень много видео на данную тему, однако, если вы хотите, чтобы это рассказал вам Лиер, то слушайте. Аккерманы обладают пробужденной силой, которую демонстрируют некоторые члены клана. Леви Аккерман описывает это как точное знание того, что нужно сделать. Данная сила позволяет Аккерманам проявлять физические способности намного выше среднего человека. Эрн Йегер узнает от Зика, что это потому, что они были результатом экспериментов старой Элдийской империи. Они могут проявлять силу Титанов как люди, не становясь Титанами и не наследуя ни одного из девяти Титанов. Проснувшись, Аккерман получает боевой опыт от каждого предыдущего Аккермана через пути. Прошу принять это в сведение. Данная сила не активируется автоматически. Аккер-связь активируется тогда, когда Аккерман признает кого-то превосходящим себя по силе. Обязательным условием является то, что избранный должен совершить нечто такое, что поразит самую душу и вызовет искреннее желание последовать за своим хозяином. А также защитить его перед любой опасностью. Аккерманы были приближенными к королю для его защиты. Также Аккерманы могут проявлять неограниченную силу при нахождении своего избранного. То есть, они буквально зависят от своего хозяина. Пример пробуждения подобной силы – Микаса Аккерман. Микаса была обычным ребенком ровно до того рокового дня, когда один из похитителей пытался задушить Эрона. То есть, заставил молодого егера оказаться на грани смерти. Сказанные им слова – жизнь, борьба, проигрыш, смерть, сражайся – повлияли на Микасу, из-за чего данная сила пробудилась в Микасе, из-за чего она и смогла убить похитителя. В этот момент Микаса продемонстрировала уровень силы и ловкости, вообще не свойственный ребенку, что доказывает силу удара, а также огромная скорость, развиваемая Микасой в этот момент. Леви также заявлял, что у него самого, ровно как и у Кенни, были подобные моменты, активирующие в них эту силу. Однако, их обстоятельства неизвестны. Данная сила при пробуждении остается активной до конца жизни. Также, по словам Эрона, проснувшийся Аккерман может испытывать внезапные головные боли, если их истинное «я» пытается сопротивляться. Примеры все та же Микаса Аккерман. Теперь, когда вы услышали всю подноготную семьи Аккерман, мне следует рассказать вам, что именно натолкнуло меня на подобную идею, тему этого видео, а именно, Аккерманы могут превращаться в Титанов. Бро, не забудь подписаться на канал, а также поставить лайк. По статистике, 89% зрителей не подписаны на канал, и это как-то неправильно. Помоги мне набрать 15 тысяч подписчиков до конца этого лета. Для тебя это всего лишь два клика, а для меня – лютая мотивация. Большое спасибо. Во-первых, это появление Микасы в путях. Во-вторых, быстрая регенерация Леви. В-третьих, возможная связь с королевской кровью. В-четвертых, нужный рояль под конец манги. В-пятых, постоянное избегание Исаямы от ответа на этот вопрос. И самое последнее, а также дающее надежду этой теории – интервью Исаямы. Начнем с того, что Исаяма с самого начала развития сюжета избегал прямого ответа на этот вопрос. Кейс с Кенни и сывороткой. Будучи при смерти, Кенни не решается использовать спинномозговую жидкость для своего спасения. Да, здесь играет фактор избранного. Так как Ури умер, Кенни потерял смысл в своей жизни. Но факт того, что Исаяма не позволил испытать эту сыворотку, или даже как-то объяснить ее взаимодействие на Аккерманов, вызывает лишь один вопрос. Почему? Такая же ситуация с Левей и спинномозговой жидкостью Зика. Ривай – единственный человек, которому Исаяма не позволил выпить то вино. Что-то мне подсказывает, что неспроста Исаяма так долго утаивает ответ на этот вопрос. Но почему? Если Аккерманы не могут превращаться в Титанов, то что здесь скрывать? Теперь поговорим о следующем кейсе, а именно довольно быстрой регенерации. Да, рука не отрастет, но это не меняет того факта, что лично мною у Аккерманов замечена ускоренная регенерация, подобно регенерации Шифтера или Титана. И давайте не будем тупить, писав комментария, мол, какая регенерация? Родители Микаса, а также Кенни, мертвы. Да, но давайте не забывать, что данная обилка, скорее всего, уверен на процентов 90, активируется при пробуждении силы, которая, я напомню, зависит прямиком от хозяина. И если хозяина нет, в случае Кенни, смысл в жизни теряется. Продолжаем тему. Леви Аккерман, приняв удар громового копья, потерял несколько пальцев, а также, возможно, глаз, и примерно через 1-2 дня смог прийти в сознание. Напомню, громовые копья убивают гигантов и пробивают Титановую броню. Человек против брони Титана. Хм, да человек будет прочнее это 100%. Теперь вспомним слова Зика Егера. Аккерманы могут проявлять силу Титанов как люди, не становясь Титанами и не наследуя ни одного из 9 Титанов. Проснувшись, Аккерман получает боевой опыт от каждого предыдущего Аккермана через пути. Не доказывает ли это то, что каждый Аккерман является наполовину элдийцем? Также, данные слова объясняют нам то, каким образом в 123 главе манги Микаса Аккерман попала в пути. Получается, в ДНК Аккермана действительно есть элдийские гены. Давайте подытожим, что мы имеем на данный момент. Исаяма не дает ответа на этот вопрос. Скорее всего, все Аккерманы наполовину элдийцы. Все Аккерманы связаны путями. Также им присуща некая регенерация. Продолжаем расследование. Аккерманы – побочные продукты исследования Титанов. Следуя из моих вышеперечисленных слов, все Аккерманы являются наполовину элдийцами с королевской кровью. Да, если в их жилах течет королевская кровь, то почему же при взаимодействии с координатой, как в случае Микаса и Эррона, или Кенни и Ури, не происходит никакой реакции? Скорее всего, из всего генофонда, ген Аккерманов перетягивает на себя большую часть одеяла, не давая элдийской стороне полностью раскрыться. Из-за чего он позволяет избежать манипуляций по типу изменения памяти. Так как, простыми словами, он попросту затмевает элдийские корни в Аккермане, из-за чего, повторюсь, координата не может действовать на Аккерманов и наоборот. Иными словами, элдийские гены очень слабо выражены, но они все же есть. Получается, Аккерман является полукровкой, где гены семьи Аккерман преобладают, из-за чего, даже будучи связанным с элдийцами, на тебя не будет действовать координата. Однако, все мы знаем Райнера Брауна. Бронированный Титан является никем иным, как такой же полукровкой, рожденной от моралийца и элдийки. Но даже будучи нечистокровным элдийцем, Райнер все же может превращаться в Титана, из чего следует, что элдийская ДНК в его генофонде выражена более ярко. Получается, что полукровки могут также становиться Титаном. Однако, для этого нужно, чтобы в тебе проявились элдийские гены. С этим разобрались. И теперь переходим к самому важному кейсу этого видео, а именно, к интервью Исайамы. В разделе вопросов и ответов, издание журнала Бисатсу, Шонен Мэгазин. Восемнадцатого года, Хадзиме Исайама ответил на вопрос о гипотетическом смешивании крови Акерман и королевской крови. Вопрос. Если бы ребенок должен был родиться между двумя людьми, из королевской семьи и клана Акерман, какая бы кровь имела больший приоритет? Исайама отвечает. Я думаю, как обычно, оба гена будут отражены в ребенке. Предположительно, это означает, что ребенок будет иметь пробужденную силу Акерманов и может стать титаном с королевской кровью, способным активировать титана-основателя и полностью использовать силу титана, как члены королевской семьи. Я думаю, вопрос закрыт. Да, это всего лишь теория. Но факт того, что даже сам Исайама косвенно подтверждает мои слова, дает надежду этой догадке. Однако, для чего Исайами держать это в тайне? Думаю, ответ очевиден. Данная тайна откладывается Исайамой, как рояль или ружье Чехова на финал картины. Ибо, по моему мнению, команда мечты просто не вывезет в соло. Франшизе нужен сюжетный поворот. Иначе, какой во всем этом смысл? Подытожим. По моему сугубо личному мнению, все Акерманы имеют элдийское ДНК, а также королевскую кровь. Также, все Акерманы связаны между собой путями, и им присущи некоторые способности титанов. Регенерация, сила. И при развитии элдийских генов, Акерман в перспективе может превращаться в Титана. На этом данное видео подходит к концу. Надеюсь, вы что-нибудь поняли, и данное видео было сделано не зря. Не забудь поставить лайк на это видео, написать комментарий, а также подписаться на канал. Ты был на канале Лайера. Ава Мария. Друзья. Субтитры сделал DimaTorzok